Упоминание о гомосексуальной любви между мужчинами встречается в самых древних письменных источниках человечества. Долгое время подобные отношения считались нормой и были распространенным явлением. Однако не было тех, кто открыто признавался своей нетрадиционной ориентации, тех, кто заявлял обществу «я гей». Многие императоры были известны своими гомосексуальными связями, но Нерон был первым, кто праздновал свадьбу со своими любовниками, создавая театрализованную имитацию римского ритуала. Источники упоминают многочисленных любовников Нерона, а среди них и Емну Хаспора, с которым он отметил свадьбу, после чего одевал его как императрицу. Долгое время гомосексуалы вели тайную жизнь, не раскрывая общественности своей ориентации, но 20-й век изменил все. Одним из первых мужчин в СССР, признавших свою гомосексуальную ориентацию, стал танцовщик Рудольф Нуриев. Из-за преследования КГБ, подозревавшего артиста в гомосексуальности, в июне 61-го Нуриев был вынужден остаться за границей. Актер и певец Тап Хантер, считающийся одним из идолов американских подростков 50-х годов, о своей гомосексуальности рассказал в собственной автобиографической книге. Актер Джордж Такей, получивший известность благодаря роли Хикару Сулу в сериале «Стартрек», рассказал о том, что гей в интервью гей-журналу Лос-Анджелеса «Фронтис». Сам он утверждает, что к публичному каминг-ауту его побудила подготовка к новой роли. Конечно, социальный и политический климат также сыграл свою роль. 68-летний актер живет со своим партнером Брэдом Олтманом уже 18 лет. В России одним из первых геев, открыто заявивших о своих сексуальных предпочтениях российским СМИ, стал Борис Моисеев, который, впрочем, в последнее время в некоторых интервью отрицает свою гомосексуальность. Австралийский поп-певец Даррен Хейс, в прошлом один из участников поп-дуэта Savage Garden, совершил каминг-аут публично, заявив о вступлении в брак со своим давним партнером на своем официальном веб-сайте, подчеркнув, что он редко комментирует свою личную жизнь и что впредь будет поступать так же. Британский актер Иэн Маккеллен, ставший широко известным после исполнения роли Гэндальфа в трилогии «Властелин колец», открыто признал свою гомосексуальность в 88-м году во время дебатов на Radio 4 по поводу британского закона проекта о запрете пропаганды гомосексуальности. Британский актер Руперт Эверетт, известный по фильмам «Свадьба лучшего друга», инспектор Гэджет Тихий Дон и «Лучший друг», в 89-м году в интервью французской прессе заявил, что он гей. Британский актер-комик Стивен Фрай, известный по роли Дживса в комедийном сериале «Дживс и Вустер», долгое время хранил молчание по поводу своей гомосексуальности, но в конце концов признался в этом в автобиографии, изданной в 97-м году. Американский актер Нейл Патрик Харрис признался в своей гомосексуальности в интервью популярному журналу «People» в 2006-м. Актер известен по ролям в таких фильмах, как «Звездный десант», «Лучший друг» и «Гарольд и Кумар уходят в отрыв». Вокалист Ариэм Майкл Стайп признался в интервью журналу «Тайм», что является геем. Это неожиданное признание поставило точку в продолжавшихся много лет догадках и слухах о подлинной сексуальной ориентации музыканта. Он добавил, что уже несколько лет живет со своим бойфрендом, которого назвал необыкновенным человеком. Но есть явление каминг-аута и свои отрицательные стороны. По признанию известного актера Руперта Эверетта, роль Джеймса Бонда в фильме про агента 007 он потерял именно потому, что является открытым геем. Британский певец Элтон Джон еще в 1976 году признал свою бисексуальность в интервью журналу «Роллинг Стоун». До этого вызвало заметное падение продаж его дисков среди гетеросексуального большинства и негативно повлияло на его популярность. Хотя для прикрытия он заключил в 1983 году брак со своей ассистенткой по звуку, именно Элтон Джон послужил образцом открытости по поводу сексуальной ориентации для других музыкантов. В 2005 году состоялась регистрация гражданского партнерства Элтона Джона и его друга Дэвида Ферниша. Среди знаменитостей геев, совершивших камень-аут, довольно много творческих личностей светил фэшн-бизнеса. Американский дизайнер-модельер Том Форд, сотрудничающий с домами мод Гуччи и Ив Сен-Лоран, в 1997 году в интервью журналу «The Advocate», комментируя свои многолетние отношения с главным редактором журнала «Vogue» для мужчин, Ричардом Бакли, заявил, в данный конкретный момент жизни я бесспорно гей. Характер личных отношений в творческом ариенте итальянских дизайнеров-модельеров модной одежды Доминика Дольча и Стефана Габбана, образованном в 1985 году, был публично ими раскрыт только в 2000-м, спустя 15 лет начала их совместной жизни и карьеры. Британский дизайнер-модельер Александр Маккуин в 2001 году устроил торжество на острове Ибица по поводу заключения своего партнерства с режиссером-документалистом Фоджем Фарсин, там широко освещенное в СМИ. Джованни Версачи не скрывал своей гомосексуальной ориентации, прожив 11 лет совместно со своим спутником жизни Антонио Домико. Валентина, настоящий динозавр мира моды, совершил каменяут одним из последних в фэшн-индустрии. Известный режиссер Педро Альмадовар признавался, что он никогда не изменял себе и не прятал в глубину своего «я» особенности своей сексуальности. Как известно, на счету режиссера множество фильмов гомосексуальной тематики. Одним из известных политиков, открыто признавшихся в своей гомосексуальности, является мэр Берлина Клаус Ваверайт. Он совершил упреждающий каменяут во время своей предвыборной кампании, когда получил информацию о том, что «желтая пресса» может начать муссировать слухи о его сексуальной ориентации. Мэр Парижа Бертран Делано в одном из телеинтервью публично признался в своей гомосексуальности в 1998 году. Не менее известным американским политиком, публично совершившим каменяут в 2004-м, стал бывший губернатор Нью-Джерси Джим Магриви. Английский баскетболист Джон Амаечи в феврале 2007-го стал первым спортсменом в NBA, заявившим о своей ориентации. Позднее он написал автобиографическую книгу «Man in the Middle», посвященную трудностям его спортивной карьеры, которые ему пришлось пережить, будучи скрытым геем. Олимпийский чемпион Пекина по прыжкам в воду из Австралии Мэтью Митчем публично рассказал о своей гомосексуальности в интервью газете Sydney Morning Herald в мае 2008 года. Нил Теннант, участник поп-дуэта Pet Shop Boys, совершил каменяут в своем интервью британскому гей-журналу Attitude в 1994 году. Говоря о вкладе группы в гей-культуру, он заявил «Я имею в виду, что я гей» и сочинял песни с этой точки зрения. Роб Хелфорд, вокалист хэви-метал группы Judas Priest в 1998 году в интервью каналу MTV публично признался в своей ориентации, о которой участники группы уже знали. Для поклонников это не стало новостью из-за циркулировавших до этого слухов. В 1998 году Джордж Майкл был арестован за непристойное поведение в общественном туалете в Беверли-Хиллз. После этого певцу пришлось признаться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Бой Джордж, прославившийся благодаря коллективу Culture Club, в свое время даже высказал откровенную благодарность Дэвиду Боуи. Исполнитель признался, что его сексуальная ориентация всегда заставляла его стесняться самого себя. Но у него появилась смелость понять, принять и открыться в своих чувствах, когда в 1972 году Дэвид Боуи признался, что является бисексуалом.